Наш основной девиз, вы, наверное, помните, банк вам в помощь, и в этом смысле мы стараемся своим заемщикам помочь. Они, в общем, нисколько не виноваты в том, что иногда происходит на рынке труда, есть сокращение зарплаты, есть сокращение персонала, и наши добросовестные заемщики, которые не допускали ни одной просрочки, оказываются в ситуации, когда не могут заплатить очередной платеж целиком или частично. И, в общем-то, это не их вина, и в этой ситуации мы готовы, мы приходим к ним на помощь. Не прячьтесь от банка, банк старается вам помочь. Наша задача в этой ситуации тоже облегчить ваши проблемы. Лучше сразу, как только они возникли, прийти в банк, а заявить об этом, и мы вместе придумаем какой способ для вас самый подходящий. Почему считаете, что банку это невыгодно? У банка будет меньший уровень просроченной задолженности. Это гораздо выгоднее, чем, допустим, досрочно истребовать полностью всю сумму долга с заемщика. Либо сидеть и ждать, когда он уйдет в дефолт, и его просрочка будет уже не 5 дней, а 30 дней, 180 дней и так далее. Гораздо проще и не то чтобы выгоднее, но правильнее предложить ему решение с самого начала, как только проблема возникла. У нас была ситуация, когда супружеская пара, решив расстаться, перевела долг на одного из заемщиков на супруга. Естественно, платеж для него стал достаточно большим и несколько неподъемный. Он попросил реструктурировать долг. Когда выяснили, в общем, в ходе выяснения всех подробностей того, как это делать, сколько это времени занимает потом, насколько удлинится срок кредита, какие платежи ему платить дальше, прошло, наверное, недели 3-4. В результате они передумали разводиться. Так что вот такие случаи бывают тоже. Иногда реструктуризация помогает сохранить семью. Продолжение следует...